Здравствуйте! Вы, конечно, все в курсе, что у нас есть скелет. И без этого скелета мы бы не смогли ни двигаться, ни перемещаться, потому что это наша опора. Это то, на что все остальное, вся наша аппаратура, все наши внутренние органы и мышцы закреплены. У нас он внутри организма, эндоскелет. Есть живые существа, у которых скелет снаружи. Насекомые, паукообразные, ракообразные, у них экзоскелет. Ну, есть существа, которые вообще не имеют скелета, но, в общем-то говоря, ну и слава богу, что такие есть. Ну, так вот, я к чему клоню-то. Есть такой замечательный писатель у нас, Иван Антонович Ефремов. Он написал роман «Туманность Андромеды». Вышел он году в 1957, примерно так. И в этом романе, строго говоря, не впервые, во второй раз в истории фантастики появилось такое вот изобретение. Называется экзоскелет для человека. То есть человек, нормальный человек с нормальным своим эндоскелетом, для того, чтобы быть ему веселым, подвижным, в условиях повышенной гравитации, ну, какой-нибудь большой тяжелой планете, да, сильнее тянет, скажем так, к планете, чем у нас на Земле, да, в несколько раз. Человек же не смог бы перемещаться. А у него, пожалуй, снаружи, в пределах такие рычаги, экзоскелет и механизмы, он бегает и прыгает там, как на Земле. Представляете, вот такая вот была идея. Бумажное своего рода изобретение. Кстати, если уж строго говорить, был американское произведение, то ли рассказ, то ли роман, 1954 года, без автора причем, Том Свифт и его реактивный марин, лодка или какое-то вот морское средство, да, джет-марин, так по-английски называется. Вот там тоже было что-то подобное. Ну, так вот, первый, на самом деле, экзоскелет был сделан югославским тогда еще ученым, где-то в 60-е или 70-е годы. Ученого звали Миомир Вукобратович. Вукобратович, значит, брат волка. Вот как-то примерно так. Вот первый более-менее удачный работающий был сделан тогда. На самом деле, производство, изготовление вот этих вот скелетов, это большая сложная задача из раздела теории машин и механизмов. Дело в том, что вот у наших органов, вот у руки, например, очень много степеней свободы, кошмарное количество. Сделать такого механизма с таким количеством степеней свободы просто невозможно. Если вы смотрели фильм «Терминатор», то «Терминатор» часть вторая, то там, значит, предпосылкой для создания всех вот этих вот терминаторов было нахождение чипа какого-то необыкновенного, значит, сказать, микрочипа, на котором был весь этот компьютер, управляющий роботом, и механической руки, которая повторяла всю гамму степеней свободы человеческой руки. Вот они-то вот были самыми главными. Так вот, есть еще одно такое научно-фантастическое словечко, «киборг» называется. Киборг – это не робот. Киборг – это как робот, но с человеческим мозгом. Помните, робот-полицейский, еще там что-то какие-то роботы были. Это все киборги. На самом деле, экзоскелет с человеком – это тоже киборг. Вот этим огромным механическим существом, в который превращается человек, управляет его мозг. Кстати, есть, говорит, такой вариант, а сейчас такого рода экзоскелеты разрабатываются, вариант такой, что вот что-то у человека плохо с головой стало, ну, что-то он вышел из строя и берет на себя управление вот этим вот киборгом компьютер, на самом деле. И это уже превращается в робота. То есть это как-то ожившие мертвецы, мертвецы, я не знаю, сколько там, два, десять или сколько их там уже серий сняли. Вот это вот оживший мертвец, на самом деле это, сказать, зомби какой-то, да, с внутренней программой. Это уже не человек. Киборг отключился, может, уснул просто-напросто. Или какую-нибудь таблетку-нибудь такую съел. И все, его тут же включается, заменитель ему, да. Это, кстати, сюжет для какого-то кинофильма получается. Ужасного. Про ужасы. Спасибо вам большое за внимание. Всем доброго. До свидания. Ничего не бойтесь, все будет хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok